ежедневный график своих доходов ежедневно для чего потому что финансовом графике ремесленника не должно быть стабильности когда ты выходишь в свое ремесло ты зарабатываешь должен вот так примерно когда у тебя выходит вот это называют плату да финансисты говорят плата когда течение полугода у тебя один и тот же доход и ничего не меняется если ты здесь знаешь из-за чего у тебя застрял там ты там учишься ты получаешь какие-то навыки новую зато там перестали если здесь объективной причины нету ты живешь там у меня все хорошо с утра фитнес вечером там кино и у тебя доход одинаковые вот надо бить тревогу потому что когда спар в принципе ты выкрутишься это кризис и он тебя поднимет еще выше но когда у тебя стабильность будет стагнаться обязательно и потом вылазить очень сложно из-за вот этой стабильности очень сложно график доходов ты можешь наложить сверху на график свой своих эмоций свое состояние хорошо тебе было плохо депрессии не депрессия даже когда у человека свой магазин и он там не не участвует в операционной системе но в операционке и он лежит там где-нибудь на боли или на гуа и там и у него просто депрессия доходы падают в магазине сразу поэтому национальное состояние свое надо держать на сложном уровне когда доходы будут нормально как только тебя начинают шевелять эмоции те шевелять и в деньгах это четко привязано когда ты живешь вот тут внизу да когда у тебя доходы от тебя не зависят вот этот когда это примерно когда-то на зарплате я не призываю всех там бросать работу или чуть там с этим делать но когда ты сидишь на зарплате твой график доходов он просто одинаковый но он идет не вот так он идет вот так ты просто не замечаешь что изо дня в день ты зарабатываешь меньше потому что потихоньку инфляция живет и не понимаешь что происходит но зато стабильно деньгах стабильность это самое наверное такое чего мы привыкли ждать вот советские люди вот не папа знаете очень долгое время устройся на работу ты когда-то станешь на ноги хотя уже когда было у меня все хорошо и он мне каждый раз когда ты устроился на работу или нет ты когда ты наконец будешь работать я говорю папа я не буду больше работать ни на кого ну не хочу я я уже не могу нет тебе надо устроиться а то это не пойдет я говорю папа какая разница он нет тебе надо я не знал как папу переубедить потому что мне эти разговоры через годик мне надоели знаете что я сделал я пошел открыл ТО сделал себе печать приехал к папе папа когда задал вопросы и положил так числые бумаги а четыре достал печать видел что это фирма моя фирма моя сам открыл одни мне там успокоился сам себе режиссер и папа отпустила папа отпустила далека сказала оплатить налоги и в общем есть фирма платил налоги и папа отпустила меня отпустил у нас этих конфликтов больше и эмоционально эмоционально и в деньгах одно и то же и чтобы вот отсюда человеку перекинуть его сюда вот этот процесс он очень болезненный он очень болезненный у меня это заняло три года почему потому что я очень консервативный и я цепляюсь за старое но раньше цеплялся страшно сейчас я начинаю потихоньку отпускать уже научился но я прям вцеплялся в офис когда меня увольняли знаете вот как в том джерри помните паркет поднимался вот так меня из офиса выгоняли то есть я не хотел уходить я сделал все что угодно и что вам нужно только меня не увольнять слава богу мне пнули смогли выгнать и 33 года я в депрессии болтался туда-сюда искал не знал чем заниматься но потихоньку потихоньку я материл всех людей которые встречают всех учителей поучить которые меня сдвинули мне же здесь было хорошо мне было комфортно и когда меня выпиливают знаете самое большое сознание моё было это последнее место работы где нет 1200 человек было в прямом подчинении да у меня была хорошая зарплата то есть даже сегодня эта зарплата ну она даже в тенге она такая нормальная зарплата но я не было так зачем мне вот это сделать для чего мне и первый был шок после увольнения когда я сидел было день 10 утра не было ни одного звонка на мой телефон я понял в тот момент что я был винтиком в чужой системе и вся жизнь двигается не вокруг меня а вокруг кого-то там и тогда я себе дал слово что я закручу что-нибудь вокруг себя и как не было тяжело понимать что когда я работал на фирме когда я спал деньги шли я обедал деньги шли и когда ты работаешь на себя ты бежишь деньги идут ты стоишь деньги не идут и вот это было очень сложно но когда ты полностью возьмешь ответственность на себя за свою жизнь тогда у тебя ты вот переходишь сюда и начинается вот здесь болтаться но здесь стабильности не будут вообще здесь жизнь очень такая но то хорошо то плохо но в этот но ты болтаешься в этом поле ты не спускаешься сюда вниз здесь комфортнее даже то как здесь плохо не мечтаешь что здесь было так хорошо у тебя здесь плохо но тебя здесь вот так болтают все люди которые открывают свой бизнес или там начинают там вязать носки или там бисером они когда будут стабильности да не будет этой стабильности некоторые люди держатся еще сильнее чем я да они выходят в это поле это очень талантливые люди потому что я не знаю как они это совместили они живя вот здесь там какие-то там допустим 100 тысяч деньги в месяц на стабильной зарплате да они умудряются здесь зарабатывать допустим там 2 миллиона и в течение года еще отсюда не увольняются понимаете да что происходит он зарплату здесь 8 часов в день тратит на то чтобы заработать 100 тысяч и как-то между делом у него получается зарабатывать 2 миллиона это не инвестиции это прям прямой доход это люди которые работают в офисе и начинают там чего-то там не вяжет шьет там она чуть-чуть между делом и они зарабатывают вот это и когда ты не подходишь и говоришь почему-то не увольняешься гениальный ответ и вообще я даже зато стабильно и в общем приходит момент когда человек отсюда потом увольняется но это они держатся за свою работу сильнее чем я потому что меня просто выгнали я бы держался может у меня просто выиграли и совмещать я не могу вот так могут по моему только женщины вот пока я сколько наблюдал вот так могут женщины сидеть офис-менеджером еще фигачить там чего-то носки продавать это только женщина так может или алифлейм там это о многозадачности да то что вот женщины там воспитывать этот могут вы иногда на какой способны это точно